ребята всем большой привет хочу поздравить всех причастных с праздником сегодня именно ролик не знаю куда выйдет сегодня именно 23 февраля с днем защитника отечества мужики мы с вами вот ну и конечно же мы планировали на 23 поехать к ребятам и мы чуть-чуть не уложились в во времени почему сейчас я вам расскажу что этот гружу и почему мы не успели заказали мы значит камана камаз на урал вот с не винки выслали выходные субботу по моему или воскресенье это очень долго едет и сегодня уже пятница и грубо говоря мы уже неделю ждем показывает сдай что типа вроде бы как бы в сортировочном центре уже в калуге но плюс еще аккумуляторы ждем маленькие заказывал должны были сегодня прийти я сейчас ездил забирал там автономные топители аккумуляторы не пришли на вот поэтому ждем как придут забираем вот эти тента на камаз на урал по два штуки и выдвигаемся соответственно я уже проступил к погрузке с гаража все гружу сегодня я ездил забрал аккумулятор здоровый камазовский 192 штуки просили ребята там он еще один красный стоит такие два маленьких вот тут свечи блиндажные матвея вчера привозил здесь носки шерстяные здесь у нас поле спасибо здесь масло 4 так нам для генератора вот тут соответственно перекись водорода перекись 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 вот это вчера матвей привозил печеньки мам передала вот это малый там привозил приносил и там кто приносил я там уже запихал просто в угол мишени на сигареты там лежат здесь у нас рации попросил земляк мой с моей деревни находится там в артиллерии служит поэтому алибек я тебе все собрал что ты просил он просил этот большой аккумулятор рация powerbank фонарик два фонарика по моему и что-то еще вот и сейчас буду грузить блиндажные свечи так вот они наши блиндажные свечи этого копах вообще незаменимая вещь зажег не коптит не парит топит отапливает занимаются мужчина мужичок сам делает матвею передал вот блиндажные свечи а вот кирилл от кирюша солдатам вот грузим свечи 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 так это с волгограда пацаны присылали рации спасибо огромное волгоград это пацанам на урала на камаза это очень нужная хорошая вещь для ребят так ну тут тоже свечи свечи сейчас это все загрузим ну вот половина уже загрузили генератор я думаю придется спереди ложить потому что здорово тяжелый сапоги на всякий случай когда он пригодятся это маленькая часть ребят мешает нихуя ничего не мешать больше метра два до партяночка половина вот он наш долгожданный тент на камаз либо на урал это один ага так ребят я готов перегрузивая это нагрузил машину понимаете да что машина гружена так здесь у нас под крышу вместе с генератором ну просто очень тяжелый красиво тут нужно все аккуратно это делается сложить потому что сейчас мы еще будем загружать такие мешки еще короче много 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 так 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 мы забрали сейчас еще два тента вот он тент получается раз тент камазовский камазовский ураловский не знаю чьи они будут ну короче у нас машина битком и это конечно же еще не все сейчас будем еще докупать по дороге что-то все колеса подкачали все равно не будет выглядят не особо передний балансировал сейчас задний подкачал гуляну видно сильно гружена накачали по два с половиной вообще-то 2 и 2 должно быть вроде не просел заебись все братишка выезжаем от винта на что скажите нормально в дорожку не едем мир выезжаем впереди дорога дальняя впереди дорога что нам ребята пожелайте удачи в бою матрига поехали зато варимся в дорогу просто матвей мы просто только ребят выехали только-только вот тронулись матвей горит вроде пора горит начинать перекус матвеевич пек что-то подожди надо так увеличить братишка ну-ка давай какой пидорас напишет комментарий самый лучший по поводу еды наху сколько я ем я лайк поставлю еще оставит пол булочки хорошо шурпа для порцию здоровая нравится я вот сюда всегда приезжаю кушать мне очень здесь нравится матвей сказал что вроде не очень зашло тебя нет шурпа нормально короче мы живем в воронежской области и масочки короче тут мы кушали в кубане мы были в кубане короче движение у нас нормально все крутится все едет правда тяжеловато блять что-то под загрузили моего соточку идем а 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 мипер и насти я не видать там мужчину нас ждет сала это еще хочешь к этой на медведя похож на него сову куда-то попадет 1 а будем развиваться не в случае хорошо когда пахан здесь ляжешь на ебать и шокуски братишка выступаю лазить там более там как на лавочку сел взять взять по так пожестче этот ништяк тут мой будет наоборот лечить будешь чем возики а тут кого кто будет спать женя братишка это мог бы быть ты но на тебя места не хватило смотри чё мудак делает ментов надо вызвать чё тут делаешь не ставил переписку ну давай отдыхать стоит не удалено ну нормально с добрым утром мы короче за другом и едем куда мы закупаться едем дорогу вашам поедем сейчас все тут все в порядке воронеже мороз мороз короче мы ночевали вот здесь коротко и ясно мне кажется лента проедет и вся твоя пирамида рухнет и устойчиво сфоткал а вот так надо вот так сфоткал все ребята мы выезжали все ребята мы выезжали мы до конца все скупили все по списку все что требовалось мы все все взяли с местом тут все забито по цену крышу возик едет вот так хабы выкрутили пошли ополоснуться хочешь? хочу тряпку половую для достать все ребята пожелайте нам удачи коллегу остановили чуть не загорелся он там дымит заднее колесо заебался он моргать а что там у него за регион то? 77 мили 750 мили едем бля паленым что-то воняет смотрим дымит трубка у него слетела тормозная и одно колесо заклинило тормоза горят я не знаю послушать вою по тропинке в лес густой но оболдать с березкой вдомой про неводка и про любовь Мама, кукушка земля, белая пехошка, для меня святая Русь, для троги-то заново света. Сколько у меня еще горочка по кукушке. Так, ну что, мы добрались до границы. Проходим границу, и у нас есть время еще пройти до комендантского часа, время 3.40. Так, ну что, все, в путь. Прошли границы, бля, солнышко прям в глаза светит. Сюда, направо уходим, да? Да. Пляга классно, у нас сугробы, снега появится. Здесь вообще снега нету. Радует. Братишки, здравствуйте. Тут прям чувствуется весна, весна. Так, мы добрались до Луганска. Это очень хорошо, потому что по светлому проезжаем, хоть на Луганск посмотрим. По светлому, а то мы попадаем здесь сестенька, ночь уже. Луганск, привет. Это по трамвайам давай. А если утонем? Поехали. А какая классная погода, снега нету, не то что у нас снега появится, вообще снега нету. Чувствуется, чувствуется весна. Поскорей бы у нас все растаяло. Луганск. Сейчас через центр где-то будем, по-моему, проезжать. А вот и Луганск. Марина, ты спрашивал про памятник. Вот он. Красивый город. Живой, большой. Асфальт. Отличный. Да, дороги. Ну, на въезде там, конечно, когда выезжали, дорога там такая была, печальная. А в городе дороги, смотрите. Отличные дороги. Люди гуляют, кайфуют. Гелики стоят. Устанавливают церковь в храм. Красивый. Кто местный? Подскажите, это прям самый центр у вас, да? По центру мы едем. Центральная улица, наверное, скорее всего. Город большой, прям народу много. Шашлычком пахнет, чувствуешь? Шашландос, шашландос. Прикольно. Красиво. Здесь памятник сейчас должен быть. Напишите, пожалуйста, кто местный, что это за памятник. Мы проезжали в тот раз. Олимпийский. Так, что тут? Он направо надо. А мы их ли прямо едем? Зачем, братичка? Мы че? Зачем нам нарушать? Мы же нормальные люди. Мы менте, нам похуй. Так, местные, подскажите, это что за памятник? Очень хочется прочитать. Вот и выехали мы с Луганска. Быстро. По Луганску ездят минут десять. Недолго. И все, я так предполагаю, конец Луганск. Луганск. Кирюшка новый стоит. А девчонка даёт? Игра у нее за рулем, короче. А все. Или ну sal . Сколько у нас? на 6 часов 6 а со скольки с 8 до 6 светофор мы почти все светофоры собрали до восьми два часа там на плюс-минус я думаю мы должны успеть как раз прям придется там ночевать потому что мы назад уже не успеем выйти ты дал спариться бля парку подбросили луганск счастливо оставаться все пучком все пучком короче что едем дальше закат закатно встречает теперь хоть куда на согласен мы долго просто терпели ехали чтобы не в городе писать с города выехали на улице вывезли шестой не хватает 120 130 ешь 4000 сейчас большинство и включать либо надо коробку другую либо либо флора пара надо меня 144 тысячи оборотов да это много хотя в принципе мазик такой скорости но нам нужно успеть в комендантский час не начался чтобы успеть доехать закат красивые и еще вентилятор крутится там вдалеке ребята как красиво вы не представляете я на телефон может попробовать подснять камера вам этого не передаст а вот телефон что за красота прям как это так это Нет. Братичка идет в горку. Ох, бля. Чувствуется печнуха. Тишина, никого. И мы смотрим, едем. Здесь прямо или налево? Или прямо? Нет, прямо. Эх, эх. Я уже, блядь, не помню эту дорогу. Как думаешь, хабы не пора включать? Грязище, блядь. Вроде сухо. Ну, пока сухо, да. Бля, он не едет, слышно? Ну, хорошо. Буксуем. Дальше мы так не можем. Надо хабы включать. Без перетка не справимся. Вкрутил? А, вот там надо было. Надо полный привод включить. А что сядем, думаешь здесь? Ну, тут, мне кажется, глубоко. А? И вода, бля. Нормально. Мы на месте. Мы добрались. Хорошо, что замерзся пока грязь. То бы мы, наверное, сюда хоть доехали, блядь. Вот, короче. Почему? На Бэйхе не вариант было сюда ехать, блядь. Тут надо на КамАЗах вообще двигаться. Надеюсь, не сядем. Какая ходка, брат. Давай, блядь. Это ты? Первая по малолетке была. Это ты вот этот звонишь. Алекул? Сбербанк. Алекул очень. Да, у нас свой колл-центр. Сегодня, короче, мы на нарахах. Что надо делать, если противник запрыгул на крышу. Даже телевизор у пацанов есть. В подземке. Надо резко сдать назад. Что там, блядь. Что там, блядь. Что там, блядь. Алекул. 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 Ты что делаешь там, блядь? Что там, блядь. Ой, лазер! стою здесь вы вы не готовы здесь на вас на всех смотрю гашан чё там все делает красивый ты до хорошей сами как пришли двое спать короче письма передали этот поедет дальше все письмо осталось читай что там написано мы должны победить нам за россию мы стоим ярослав шумкин любви его 1-й а-класс я и красавчик тут опа тут прям письмо дорогой солдат тебе пишет ученик 8 класса арбузов максим сергеевич мне 14 лет хочу тебе сказать большое спасибо за то что нашу страну защищаешь от врагов чтобы я мог спокойно спать гулять учиться и мечтать о будущем хочу пожелать тебе преодолеть все трудности поскорее вернуться домой удачи в бою бейте врагов беспощадно берегите себя и свою жизнь помни дорогой солдат что твой подвиг мы никогда не забудем и будем передавать из поколение в поколение пусть ангел хранитель оберегает тебя и твоих товарищей на всем твоем пути ученик товарковской средней школа номер два арбузов максим красавчик самому лучшему солдату вот такое пожелание от максима короче целую пачку отдали нам дальше нельзя ехать сегодня завтра машина приедет с позиции за топливом и они передадут короче цены кто здесь находится да поэтому письма завтра доедут завтра послезавтра доедут уже куда нужно до 30 мы разгрузили там ништяков половина и выдвинулись дальше сейчас в одно место еще заедем куда нам нужно загрузить генератор пола ух ибо ты тут видел ну чего бывает прилетает баллес приедет все починить нас когда уходили кто-то остался врача выгрузили половина там половина здесь все доехало что-то тут что-то там пакет загрузить а сейчас другое место поедет короче ребята вот я сейчас взял бульчика как думаете сколько тут стоит вы жалуйтесь на цены на наши заправочного пола бак показать как думают полный холодильник и тут никто ничего не покупает он 384 308 злать бензин и не на почем бензин не видел то даже ценика донят 53 мы короче где-то перед горловка я не знаю даже куда мы сейчас заехали ехали ехали по трассе заправки нет на горячей лампочке приехали на хоть заправку тут не вообще не вывески нихуя не ценника я рубля и хоть бензин и нормально он не видна что заправщик слушают да горит хорош а вот вывеска кстати 92 по хуй пойми почем короче мужика меня мужик заправляет у него спрашиваю нормальный бензиновый да да хорошее верну ничего не за троит машинам гуднение ягод 95 мешаю где на старом игре ты нормально есть девяноска турнир нет поэтому мы чисто 92 залили как он будет сгорать неизвестно просто отбываю машина остался кусочек так пацаны и живут в посадках пацаны и живут в посадках пацаны и живут в курсе танки танки Чувствуется, что мы с маршрута сбились Потихоньку тут ехать нельзя Дорога, как ты могли сказал, дорога жизни Тут хуярят все на все деньги, а по этой дороге Как бы мы предупредили, что дорога опасная Простреливается и ее называют дорогой жизни Здесь машин вообще нет Хуярим сотку, чтобы никто нас не догнал Вообще вот она дорога жизни Да-да-да Танк Ебать, пыль еще в машине Я сначала думал порохом вонять Это, наверное, пылью Ебать, не взлететь Ебать, туман у нас Ай, красавчики Таких печеньевых И таких Возьмите Бабушкам тоже надо помогать Они тоже люди А у нас сладости остались Там печеньки Чтоб вываливалась Бабушка старенькая шла А почему бы и нет Вроде мы прорвались Проехали Самое для нас, что было безопасность Безопасно все, проехали Опасно, вернее Сейчас мы в безопасности Еще немного Еще чуть-чуть И мы прорвались И пасцы пойдем А вот почему я говорил, что ребята Что на Бэхе Ехать сюда Опасно, жалко И Поэтому нужен был УАЗик Поэтому У вас куплен был Для таких поездок Для таких дорог Сюда Не добраться Просто На Обычном Тазике Кто бы думал, что мы с тобой встретились Ебать бы здесь Давай Папа Кто бы думал, что мы с тобой Дублом доделали Что, что там? В сапогах Хуярит Пассажир Заявление Там Бартички 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 Говорит Говорит Заявление Говорит Снимание Заявление Так Говорит Лет Говорит мы сейчас без сепа зарядим один братишка за тебя, за Захара куда вниз? под красивый закат мы уехали короче мы все сделали отвезли, все доставили, кому нужно все это дело передали, хочу сказать огромное спасибо моей аудитории за поддержку, за помощь спасибо огромное Таляну Талясик, ты красавчик Талясика, Талясика вы наверное не знаете зато я Талясика знаю он очень большой тоже вклад делает благодаря Таляну он нам помог с покупкой генератора в тот раз и не в тот раз когда Женя с нами ездил он рации покупал я это в ролике говорил штук 10 по моему рации вот поэтому и еще Талян сам привез в Калугу генератор нашел в Москве заказал потом еще и доставил в Калугу поэтому Талясик тебе огромная благодарность благодарность всей моей аудитории кто принимал участие кто поддерживает потихонечку потихонечку выезжаем потихонечку потихонечку выезжаем отсюда что-то я подвымытался конечно ты устал нормально помыться бы вообще бы не помешало помыться носочки бы сменить вообще было бы красиво ну все вот получили мы тент натянули его идеально подходит со всех сторон все ровненько все четенько по размеру так вот всем спасибо так вот все сейчас его привязываем и все будет служить нам долго Талян привет слушай благодарственное видео тебе заснять решил очередной раз получили гунку от тебя вот видео отчет так сказать новые тенты на машины уже накинули сеточку сразу на него москитную сверху тент на улице вообще подошел как родной сеточку накинули все сделали конь огонь мангальчик даже сварили какой смотри все спасибо большое за очередную гунку жди с победой так дамы и господа все доставлено у ребят все четко село все подошло и на Урал и на Камазы то что мы тент заказывали все четенько село пацаны рады довольны и это самое главное следующее у нас гуманитарка то что там аккумуляторы генераторы тепловые там пушки все дошло все куда нужно отправили всем огромное спасибо спасибо